Детское радио представляет Сказки народов мира Сны Карлова моста Чешские сказки В столице Чехии, древней Праге, стоит Карлов мост, что соединяет берега своенравной реки Влтавы, таинственный старый город и величественный пражский град. Помнит мост и могучих королей, и героев-рыцарей, и много простого людо, что проходят по нему день за днем сотни лет. По ночам, когда стихают шаги, уставшая за день Влтава усмиряет бег своих бурных вод, а в небе появляется желтая луна, а мост засыпает, и снятся ему удивительные сны. Вот один из них. Сказка о лекаре-обманщике. Давным-давно жил рядом с городком Острава юноша по имени Сденек. Целыми днями валялся он на кровати, как кнедлик в мясном соусе, и мечтал, вот бы ему найти такую работенку, чтобы и делать ничего не нужно было, и деньги лопатой грести. Кнедлики – это самое известное чешское блюдо. Делают их из дрожжевого теста, который добавляет мелко нарезанный белый хлеб. Кнедлики не пекут, а варят в подсоленной воде. Потом нарезают кружочками и подают, как гарнир. Чтобы в чешском ресторане вам принесли кнедлики со свининой и капустой, скажите. И вот как-то раз пролежал Сденек, не вставая, аж три дня подряд. Даже ел и пил, лёжа. Вот стану богачом, мечтал Сденек. Лошадь куплю с каретой, а ещё дом большой на холме. Испугалась мать Сденека и местного лекаря позвала. Может, хвороба какая на её сыночка напала? Ощупал лекарь Сденека, в уши заглянул, лоб потрогал, язык высунуть попросил, глазами вертеть заставил, потом вздохнул, да и говорит. Да, есть тут одна хворь. Лень называется. И никакой другой болезни в помине нет. Обрадовалась мать Сденека и дала лекарю три золотых монеты. Лежит Сденек, думает. Так я так смогу. Знай, болтай всякое, что и так все знают, и монеты получай за это. Ха-ха, да я стану лекарем. Буду по домам ходить, говорить всякое, да деньги в сумку складывать. Врач по-чешски будет лаекар. Чтобы не болеть, надо закаляться и чаще бывать на свежем воздухе. Чешская пословица напоминает об этом. Куда редко заглядывает солнце, часто приходит врач. Пошел Сденек в соседнюю деревню. Ходит, до всех спрашивает. Не нужен ли кому хороший лекарь? О, нам нужен, нам нужен, говорит жена местного кузнеца. У мужа моего второй день живот болит. Заходит Сденек в дом. Сидит на кровати мужичок, кряхтит, да за живот держится. А под кроватью яблочная кожура валяется. О, так тут все понятно, говорит Сденек. Яблоки ел ваш муж. Вот живот и болит. Обрадовалась жена кузнеца, дала Сденеку три золотых монеты. Этак я вмиг разбогатею, подумал, выходя из дома кузнеца Сденек. Идет ему навстречу юноша. Вы панлекарь, стало быть? У отца моего, строителя, живот болит. О, это мы мигом вылечим, говорит Сденек. Заходит в дом. На лавке сидит хозяин, за живот держится, а под лавкой уздечка лошадиная валяется. Строитель. Зедник. Пройдитесь по Карлову мосту, зайдите в Вольштейнские сады, поднимитесь на колокольню костела Святого Николая, стоя на Староместской площади, послушайте перезвон часов орлой, посмотрите на Тынский храм, и вы поймете, почему столицу Чехии, Прагу, называют Золотая Прага. Злата Прага. Или Прага Стобашенная. Прага Стовья Жата. Посмотрел Сденек на строителя, да и говорит. Ну, ясно все. Ты лошадь съел. Вот живот и болит. Да я уже несколько дней вообще ничего не ел, заплакал строитель. Да как же не ел, возразил Сденек. Он же уздечка валяется. Так это я ее под лавку бросил, говорит сын строителя. Ничего не знаю, заупрямился Сденек. Лошадь съел и точка. Где золотые монеты? Что мне за лечение положены? А сын строителя головой качает, да и говорит. Чую я, никакой ты не лекарь. Выгнал он Сденека из дома и настоящего лекаря позвал. Мигом понял тот, от чего вся деревня мучается. Вода в ручье плохая течет. Дал лекарства и всех вылечил. А может и меня вылечите, пан лекарь? Лекарство какое дадите? Спрашивает Сденек. Лень, Сденек. Только трудом лечится, ответил лекарь. Сегодня мы узнали, что в Чехии очень любят есть кнедлийкий. Врач по-чешски будет лаэкарш, строитель зэдник. Если хотите спросить человека о его профессии, скажите, цо дела ате? Кем работаете? Сказки народов мира. Сны Карлова моста. Чешские сказки.